Всем привет! Сегодня я вам расскажу о бюджетной ТВ-приставке A95X King Такой вот у нас ТВ-бокс с 1 гигабайтами оперативной и 8 гигабайтами встроенной памяти Такие ТВ-приставки пользуются большим спросом, потому как имеют достаточный функционал при относительно небольшой стоимости Стоимость данной приставки составляет порядка 35 долларов Давайте посмотрим, насколько она стоит в своих денег и в чем ее плюсы и минусы Начнем, как обычно, с комплекта поставки Как видите, поставляется в черной коробочке Внутри находится сама приставка, но о ней я вам расскажу немножко позже Давайте посмотрим комплект поставки Что у нас здесь идет? Идет, естественно, пульт Сразу хочу сказать, что пульт очень удобный То есть, видите, он такой плавный, перетекающий То есть, в руке лежит он очень хорошо Им действительно удобно пользоваться Видите, здесь у нас такая вот резиновая основная кнопка управления Очень удобно палец лежит Ну, действительно, хороший-хороший пульт Сразу хочу сказать, что пульт у нас идет без батареек То есть, это нужно будет вам покупать самим Либо аккумуляторы вставлять, микропальчиковые батарейки сюда ставятся И, кстати, также пульт у нас можно настроить дополнительно еще ваш пульт от телевизора То есть, перенастроить, чтобы можно было все с одного пульта управлять Тоже, в принципе, такая вот полезная Полезный, хороший пульт Потом HDMI кабель для подключения к телевизору нашего ТВ-бокса Зарядное устройство, сила тока выдающая 2 Ампера Ну, как бы, все у нас в порядке Тут какая-то у нас визиточка положили И инструкция на английском языке То есть, здесь русского нету, к сожалению, все на английском Ну, в принципе, вы, думаю, и так сможете разобраться Ничего здесь сложного у нас нет В принципе, такой стандартный набор поставки ТВ-приставка имеет относительно компактный размер Как видите, в моей руке она помещается И не сильно толстая Но есть приставки, которые и поменьше Как видите, вот о многих Т95Х, которую я уже делал обзор Она немного покомпактнее По толщине, в принципе, такая же Но вот по ширине и высоте немного, немного она меньше Значит, хочу сказать, чем именно эта приставка выделяется Во-первых, каркас у нее металлический То есть, у нас все металл То есть, она не так будет греться, как, допустим, пластиковая Также здесь у нас, видите, сзади есть Для улучшенного приема сигнала Wi-Fi То есть, антенна И это действительно очень ощутимый факт Я об этом вам скажу немного позже Значит, с левой стороны у нас два порта под USB есть Под microSD карточку Сзади у нас для цифрового звука подключается разъем Потом AV-разъем, HDMI для интернета И вот здесь у нас питание подключается С правой стороны у нас ничего нет Внизу у нас, как видите, сама модель нашей приставки Спереди у нас, как видите, есть такой вот небольшой дисплей Где отображается у нас время Уровень Wi-Fi сигнала Включенная приставка или не включенная Или, как бы, если у вас подключен через задний кабель интернет То есть, как бы, в принципе, по-разному И здесь кнопка включения-выключения То есть, можно как на пульте включать-выключать, так и здесь можно включать и выключать нашу ТВ-приставку Давайте я вам покажу Как видите, она разбирается довольно-таки легко Здесь три болтика было маленьких Я их открутил для того, чтобы показать вам, что у нас внутри из себя представляет наша ТВ-приставка Как видите, вот видите, вот такой вот Здесь у нас подключается же наш дисплейчик по этому шнуру Видите, здесь у нас сам процессор находится здесь под радиатором В принципе, такая все сбух собрана Небольшая платка Небольшая платка Все вроде бы собрано хорошо, качественно Нареканий, в принципе, на сборку у меня никаких нет То есть, собрана она, все качественно и хорошо Закручивается все без проблем В общем, по внешнему виду и сборке все замечательно Приставка работает под управлением пятого андроида С поддержкой беспроводного обновления В случае чего можно обновиться Но пока обновлений никаких не приходило Что хочу сказать? Прошивка у нас нультиязычная На русском языке Перевод в полной мере, как говорится, хороший Изначально русского языка не было Но когда я зашел в расширенные настройки, русский язык нашел То есть, здесь, в принципе, найдете без проблем Как обычно, в принципе, вот здесь в расширенных настройках Так, теперь давайте, как видите, вот такая вот у нас главная Главная панель Здесь таким вот образом очищается наша память Сразу хочу сказать по поводу приложений Было установлен YouTube, Skype, Play Market, естественно Даже тут Twitter был установлен В принципе, установлено все, что было необходимо В большей мере Также установлен здесь у нас телевизор один, второй И я вам хочу сказать, даже есть на русском языке некоторые каналы Но об этом я вам покажу немного позже Значит, проверил телефон, хотел сказать Проверил приставку на вирусы Вирусов приставки не обнаружено В принципе, по программной части здесь все хорошо В одноядерном тесте Geekbench приставка набирает 379 В многоядерном 981 балл Epic Citadel на высоких настройках выдает 41,4 кадра в секунду Кстати, при HD разрешении Ну, сейчас я вам об этом расскажу немного поподробнее Зайдем в Antutu, посмотрим, сколько набирает здесь наша приставка А набирает она 22721 балл Что, в принципе, немного, немного Процессор у нас здесь стоит 4-ядерный Работающий на максимальной тактовой частоте 1,5 ГГц Он у нас здесь 32-битный Графический чип Mali 400 MP Значит, посмотрите, разрешение дисплея HD То есть Full HD не поддерживает Я подключал к телевизору с Full HD разрешением И никакого 4К тут у нас нет поддержки То есть максимально поддерживаемое разрешение Это всего лишь HD Оперативной памяти у нас 1 ГБ Встроенной 8, но изначально доступно 5,79 ГБ А вот наш процессор, видите, 4-ядера 32-битный Максимальная тактная частота, ну, 1,5 ГГц Ну, в общем, вот это, конечно, с 4К Какая-то обманка получилась у нас на самом деле Давайте проверим уровень сигнала Wi-Fi Как вы знаете, у меня роутер находится через 3 стены И насколько нам помогает Татенко? Уверенно она нам помогает То есть обычно телефонный у меня такой уровень сигнала не показывает Я действительно проверял Раньше я ТВ-приставку подключал на прямую шнур А сейчас я все через Wi-Fi качаю Довольно-таки быстро все загружается и качается Сразу хочу сказать, что приставку я могу управлять как с помощью пульта Вот видите, я сейчас управляю Так, сейчас вот видите, с помощью пульта без проблем Довольно-таки удобно, комфортный пульт Комфортный, очень хороший, вот видите, очищаем Также можно через наши USB порта У меня клавиатура блютузовская и мышка тоже по блютузу Естественно, я вот подключил клавиатуру, мышку Можно управлять, тоже что-нибудь вбивать в поисковике То есть без проблем Без проблем корректно все у нас работает Смотрите, клавиатура, раз-раз-раз, видите, все отлично работает Давайте теперь посмотрим, насколько быстро у нас загружаются странички Включены какие-нибудь сайты Вот 4 PDA Давайте посмотрим В принципе, быстро, смотрите, я открываю Довольно-таки быстро загрузятся странички С помощью мышки управляю То есть, в принципе, знаете, как полноценное компьютером можно пользоваться Видите, без проблем Зашел, посмотрел То есть, вообще скорость работы побыстрее, чем на вот другой приставке Amlogic T95X Видите, довольно-таки быстро грузится То есть, вот именно в интернете сидеть можно вообще комфортно, без проблем То есть, Chrome работает хорошо Так, давайте теперь зайдем в YouTube Видите, память не очищал Посмотрим, насколько быстро загрузится наш YouTube Все у нас сейчас подключено, кстати, через Wi-Fi То есть, не шнурок не подключен То есть, Wi-Fi, вот, как видите, все есть тоже Загрузилось, но не-таки не сильно долго Все вроде бы нормально Посмотрим, вот, я сейчас включу видео вроде бы в 4K С помощью пульта, кстати, вот, видите Сейчас управляю, посмотрим Качество включим Видите, 720p То есть, HD, максимальное, максимальное качество Full HD, к сожалению, не поддерживается А 4K так уж и подавно Как вы понимаете Ну, смотрите, давайте вот промотнем немножко В принципе, ну, вот, в частности, загружается все быстро Все быстро, то есть, ощущается, что Wi-Fi здесь хороший Смотрите, все четенько, быстренько загрузилось Так, давайте, что, мы другое включим Как-нибудь птичек демо 4K тоже На самом деле, конечно, будет только HD Вот таким вот образом перемотаем немножко И назад, так Ну, вот, смотрите Так, посмотрим, какое здесь качество у нас стоит Так, ага, 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 видите, включил 720p, давайте сейчас поставим качество Так, ну, опять что-то... А, вот, все, переключилось Переключилось хорошее качество Видите, погрузилось Вот вам HD-качество Ну, как бы, в принципе, достаточно Достаточно HD Ну, кому там, кому мало, естественно, эта приставка не подойдет То есть, в принципе, загружается все шустро, без проблем То есть, вообще, приставка... К работе приставки никаких претензий нет Так, теперь давайте вот я вам телевизор покажу Смотрите, запущу какие-нибудь приложения, точнее, каналы Оказывается, здесь можно даже... Некоторые каналы изначально в приставке установлены То есть, я ничего не ставил Это все родное Все, что у нас стояло в приставке, то и стоит Вот, смотрите Где там... Так, 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 так... Украина, вот Россия, русские каналы какие-нибудь Вот, РЕН-ТВ Давайте посмотрим, как быстро загружается Здесь, конечно, все еще в большей мере зависит от потока Ну, вроде, смотрите, быстренько загрузилось Быстренько загрузилось Давайте что-нибудь... Что-нибудь... Кстати, непонятно, а здесь же русский Тоже какие-то каналы, походу Да, немножко другие каналы Так, давайте включим Ну, видите, в принципе, каналы переключаются быстро То есть, все нормально И Wi-Fi подгружается быстро И каналы переключаются быстро То есть, и как телевизор Тоже можно полноценно использовать В принципе, приставка работает шустро Давайте теперь во что-нибудь поиграем К сожалению, Asphalt 8 не запускается Не знаю почему Asphalt Xtreme запускается Ну, конечно, там тормоза И плюс там нет нормального управления Почему-то еще, то есть, не оптимизированная игра А вот эта игра, я как бы попробовал Ей можно управлять как с помощью мышки Так и с помощью пульта можно управлять И с помощью клавиатуры То есть, для меня самое интересное, конечно, клавиатура То есть, я сейчас буду с помощью клавиатуры управлять То есть, здесь видите Либо мышкой нажимаешь на газ тормоз Либо клавиатурой вперед-назад Ну, давайте погазуем Погазуем Ну, и так, так, так Ну, что хочу сказать В принципе, конечно, какие-то вы приставки Особо на игры не рассчитаны Сами понимаете Что там за процессор Какое там охлаждение Не очень хорошее То есть, поэтому Ииии Ай Все, я взорвался То есть, как бы в игровом В игровом плане Особо их нагружать нельзя Потому что, ну, как бы Ну, можно, можно спалить Можно все спалить Но Но, в принципе, такие вот Простые игры Можно, как бы, поиграть То есть, такие какие-нибудь простенькие Не сильно тяжелые Можно поиграться Ну, тем более, к примеру Вот в эту приставку Потому что тут у нас металлическая И поэтому Ну, как бы Там корпус охлаждается нормально То есть, охлаждение хорошее То есть, телефон Ну, как бы Это наша приставка С играми справляется Не очень хорошо Как бы процессор немного слабенький Но Но, все равно неплохо Неплохо Давайте Газу, 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 газу Смотрите Ну, все, что, круто Газу Уиии Можно играться Нет, 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 нет Я же не так кручусь Ах, ладно Ну, в общем Так, а, кстати Теперь давайте нагрев Нагрев посмотрим Как он у нас сильно греется Естественно, я, как бы, здесь уже Пятый дубль И поэтому играю довольно-таки Довгенько 31,8 градуса 31,7 Видите, в принципе Нагрев не сильно большой В сравнении с другими приставками То есть, как бы Ну, сами понимаете Металл Здесь особого нагрева нет Поэтому, в принципе Что с нагревом Ну, в играх, конечно Не очень сильно круто А вот с нагревом Все нормально Для меня так и осталось Именно с такой вот антенной Без антенны скорости Вам будет не хватать В частности При просмотре видео Плюс удобен дисплей С временем И кнопкой включения Выключения Также выделю Удобный пульт В руке Который лежит Как литой И он в пользовании Очень удобный Хотелось бы, конечно За эти деньги 2 гигабайта оперативной Но и одного В принципе достаточно Для просмотра видео И серфинга интернета Но это только При условии Постоянной чистки памяти На этом Всем спасибо за внимание Посмотрите обзор Представки О многих Т95Х Если в поисках Бюджетного варианта Не забывайте Подписываться на канал Чтобы быть в курсе Всех актуальных гаджетов Из Гитая Всем удачи И до скорых встреч В будущих обзорах Субтитры сделал DimaTorzok